Большой этнографический диктант схож с тотальным. А формат заданий напоминает ЕГЭ. Каждому участнику выдают индивидуальный номер. Так он может узнать свои результаты на сайте. Ведь работы сдаются анонимно. В шести аудиториях свой уровень этнографической грамотности проверили учащиеся школ, студенты, дипломированные специалисты и даже депутаты. Это история. Это знание того государства, где ты живешь. Его, наверное, когда знаешь все это, это мощь, это сила. Ты понимаешь, сколько людей много. Сколько много всего. И даже если так пробежаться по некоторым вопросам, они связаны и с государством, и с народностями, и с численностью. То есть на самом деле это в первую очередь наша история. А это важно. На выполнение тестовых заданий дается 45 минут. Вопросы были посвящены культуре дружественных народов, их религии, нюансам языка, а также различиям ведения быта. В прошлом году большой этнографический диктант в Анапе написали 34 человека. В этот раз их количество возросло почти в два раза. Несмотря на каникулы, в акции приняли участие гимназисты. Были вопросы очень сложные, но углубленное знание на эрудицию. Нужно очень углубленно учить историю России и историю народов в России, чтобы ответить как можно больше, ближе к ста. Я думаю, написал больше половины, по крайней мере правильно. Ну да, понял, что у меня слабые знания по народам России и по истории России. И буду стараться подтягивать. Трудно, конечно, ответить на вопросы о тех национальностях, с которыми ты непосредственно не связан. На территории Краснодарского края проживает много национальностей, но, к сожалению, мы не очень хорошо знаем все национальности России. Поэтому в прошлом году результаты, средний балл был где-то 57. Но мы надеемся, что это дало хороший толчок для того, чтобы люди заинтересовались своей страной, заинтересовались народами и поискали материал, почитали. Пока неизвестно, будет ли проводиться большой этнографический диктант в следующем году. Но в планах организаторов сделать мероприятие традиционным. Каждый участник получит сертификат. Свои результаты можно будет узнать 12 ноября на сайте Мирэтна с помощью индивидуального номера.